Добрый вечер, добрый день. Программа «Особое мнение». Здесь в студии ведущая Ксения Ларина и Николай Суанидзе отвечает на мои и на ваши вопросы. Дорогие друзья, напомню номер смс 7-985-970-4545. Ой, даже не знаешь, с чего начать. Ну, у нас еще есть минут 40, чтобы подумать. Вот нет слов. Я вообще не хотела бы быть на твоем месте сейчас, Коля. Поэтому давай спрошу тебя. Давай попробуй прокомментировать историю с Мединским, которая не закончена, как я понимаю. Потому что Мединский, вместо того, чтобы устыдиться, заползти в нору и сказать, мне стыдно, люди, простите меня, люди добрые, простите меня, товарищи ученые, он пообещал после этого всем показать эту диссертацию. То есть ее издать многомиллионными тиражами в книжке, чтобы дети читали. Понятно тебе? Всем показать. Это сильно. Мединский достает и всем показывает свою диссертацию. Да. Ну, на самом деле, ожидаемо. Потому что чудо должно было бы произойти, на самом деле, если бы не утвердили его в правильности звания доктора исторических наук почетного. Это же бюрократическое решение. Бюрократическое решение. Ученые? Ну, при чем здесь? Решение-то бюрократическое. В данном случае они чиновники. Конечно, это очень унизительно для науки исторической, которую и так очень многие, к сожалению, в том числе и грамотные люди, не считают наукой, исходя из того, какую роль она играла в советское время. И сейчас в значительной степени. Когда ее, в общем, используют как подстилку для конъюнктурных, политических и идеологических целей. Вот. И поскольку историю не считает наукой, то историков не считают учеными. И поэтому... Ну, а какая фиг разница, что он там написал? Все равно же не наука. Другой вопрос, что тогда... Почему же это называется доктор исторических наук? Здесь такая ситуация странная, я бы сказал. Вот. Получается. Если не наука, так почему же наук-то? Тогда фантазируете, сколько влезет во все стороны души. Доктор исторической культуры. Культуры, я не знаю, искусств исторических. Исторических фантазий, воображений. Русский язык велик и могуч. Тут можно много чего придумать. Но, поскольку сказано наук, так надо как-то соответствовать. Вот. Значит, это первое. Второе. Там же масса странностей, связанных с самой защитой. Выяснилось, что оппоненты вовсе не считают себя оппонентами. Не были таковыми. Один помер. Царство небесное. Двое других вообще не видели никогда этого текста. Этого автореферата и диссертации. Значит, автореферат не дают желающим полюбопытствовать. Не выдают в государственной библиотеке. Появились новые оппоненты. Вместо давешных появились новые оппоненты, настоящие. Которые странны тем, что, во-первых, они появились только что. А раньше про них никто с лыком не слыхивал. Потому что в автореферате значились другие оппоненты, которые как раз не видели текста. А вместо них теперь появились новые. Но новые, они интересны тем, что они по сфере своей деятельности, они не имеют никакого отношения к теме диссертации. Потому что диссертация у господина Мединского на тему, если мне память изменяет, 15-17 веков. То есть, там типа от Ивана III до Алексея Михайловича. Это средневековая Россия. А оппоненты занимаются исключительно советским периодом. Они историки КПСС. Знаете, ну это все равно, что там, не знаю, прыгуна в шестом или фигуриста направить на чемпионат мира под дзюдо. Или там танцора в Большом театре попросить петь со сцены. Но это разные сферы деятельности. И то, и другое спорт. И то, и другое искусство. Но разные сферы. Человек там защищал какую-нибудь диссертацию докторскую на тему там расширения рядов коммунистической партии в Рязанской области в такие-то годы. А ему нужно пропричненно. Ну, он вообще слыхом не слыхивал, что это такое. А выступает оппонентом. Как такое может быть? Не может этого быть. Но есть. Вот ведь, понимаете, как. Как сказал наш президент на Валдайском форуме, отвечая на вопрос, может ли женщина стать у нас президентом. У нас все возможно. У нас все возможно. В результате диссертация была признана состоявшейся, защищенной. Но, а если бы не была признана, представляете? Ведь, значит, президиум ВАГ. Вот признаю диссертацию Владимира Росиславовича Мединского незащищенной. Им нужно направлять эту рекомендацию в Министерство образования и науки, которое принимает окончательное решение. Значит, Министерство образования и науки уже обязано утвердить решение президиума ВАГ. Значит, если они признают, что Владимир Росиславович не доктор наук, ему надо немедленно гнать из министров. Просто, ну... А почему? Ну, как? Ну, если... То есть, к культуре не имеет никакого отношения? Нет, ну, извините. К должности. Если был совершен подлог, диссертация не защищалась, либо диссертация не имеет отношения к науке, интересы которой он в данный момент представляет. Значит, ну, надо ж гнать, не может такой человек заниматься, постминистр культуры. Прости, сейчас возникла уже следующая тема, вопрос, вообще защищался ли он. Конечно, это уже вечер перестал быть томным, потому что одно дело достаточно субъективным кажется многим, хотя это нет, это вполне объективно, но кажется многим субъективным вопрос там, а научная это работа или нет? Ну, это же вроде как абстракция история. Кто там докажет, научная она или нет? А вот защищался или нет, это уже конкретно, абсолютно. И если, если, скажу, если не защищался, если не заслуживает, а он в течение стольких лет писал у себя во всех визитках и везде, что доктор наук и... Считает себя историком. Да, и так далее. С этим связаны очень серьезные этапы его карьеры, то, значит, нужно гнать, ну, как же по-другому, как может такой человек быть министром? То есть это как Моника Левинский с Клинтоном? В смысле? Ну, за что? Там, по-моему, была другая история. Импичмент-то за что был? Кто в данном случае Клинтон? Я бы так... Кто Моника Левинский, а кто Клинтон? Можно посмеяться, но пойми, что я имею в виду. Ведь импичмент-то объявили не за то, что что-то было, а за то, что соврал. Соврал, конечно. Импичмент не объявляли, правда. Ну, пытались, во всяком случае. Да, угроза была. Да, угроза была. Скажем так, за что обиделись? Да. Какие были претензии? Нация была оскорблена. Враньем. Претензии были связаны не с их интимной жизнью. Да. С тем, что он соврал под присягой. Вот. Поэтому здесь, значит, президент был бы поставлен в очень сложное положение. Президент наш. Потому что президент не собирается увольнять министра сейчас. А ему надо было бы увольнять. Это что же такое? Это он, значит, не собирается, а ему говорят, увольняйте. А кто здесь хозяин-то, в конце концов? Если он сейчас не хочет увольнять министра, а ему из Минобра присылают бумагу, в соответствии с которой он не может его не уволить. Реально. Ну, это мы, значит, ставим нашего президента в очень сложное положение. Может министр себе такое позволить? Нет. Ну, там в таких министрах он, наверное, не один такой. Может ВАГ позволить себе поставить в такое сложное положение министра? Который поставит в сложное положение президента? Нет, не может. Поэтому бюрократически исход был абсолютно очевиден. Я не знаю, что нужно было написать Мединскому в диссертации, спутать Октябрьскую революцию с Куликовской битвой. И то, я думаю, простили бы. Созвали бы, что это его такое видение. Его такой патриотический взгляд на историю, в конце концов, имеет право. Можно сказать, какие-нибудь новые летописи обнаружены. Да. Поэтому, ну, здесь все достаточно просто. Я думаю, что его, конечно, конечно, Валерий Росславовича по совокупности, его заслуг перед наукой сейчас и перед культурой, я думаю, вряд ли введут в следующий состав. После выборов уйдет. В следующий состав Кабинета министров. Но и здесь на 100% предсказывать нельзя. Но, тем не менее, вопрос, который каждый раз... Пойдет Совет Федерации. Каждый раз, когда возникает эта тема, вопрос главный возникает у всех. Ну, что вы пристали к этому Мединскому? Можно подумать, что у нас нет таких еще министров с диповыми диссертациями. Наверняка есть. Просто вокруг них еще не сгустились эти тучи. Или вот недавно назначенный главой Дагестана Васильев. Сразу же была информация от диссернета, что у него тоже там в плагиате обвинения были вполне серьезные. Нет, нет, каждый из этих случаев должен быть рассмотрен отдельно. Причем здесь это? Если во дворе грохнули человек железной трубой, его поймают и обсудят, скажут, а что вы его-то, мало ли, сколько народу по голове-то бьют. Что вы к этому привязались? Ну, вот этого поймали, к нему и привязались. Собственно, в данном случае поймали Владимира Владимировича Мединского. А почему к нему привязались? К Мединскому? Потому что попался. Попался, вот и привязались. Ну да, ну потому что министр еще, министр культуры, прачная, но поэтому и привязались, естественно. Нет, я думаю, что еще связано с его, конечно, выступлениями на Ниве, исторической Ниве. Конечно, конечно, он напросился, потому что если человек сам все время говорит о том, что, в общем, история – это наука весьма относительная, и главный метод исторического исследования – патриотический подход, а сам при этом претендует на то, что он доктор, на степень доктора исторических наук, а претендует, как выясняется, к его претензиям есть большие вопросы, вот по совокупности всего этого к нему и привязались. Конечно же, конечно же. В общем, он, прямо скажем, подставился, и то, что ему оставили степень, это для него, кстати, утешение на самом деле невеликое. Потому что, конечно, репутационно, но как он будет вариться? Вот, ну, Совет Федерации единственный спаситель. Ну видишь, не стыдно. Совет Федерации единственный. Не стыдно. Ведь он за собой потащил многих-многих людей, которые вынуждены были принимать такое решение, которые тоже замарались в этой истории. Стыдно, у кого видно. У него видно. Поэтому я думаю, что стыдно. Естественно. Как ты думаешь, научное сообщество, ну, историческое сообщество, профессиональное, оно не будет из-за этого как-то по этому поводу раскалываться на различные группы? Нам показывают какие-то жесты, чтобы мы, наверное, не дали паузу с тобой. Все уже. Ну хорошо, простите. Ну сейчас я закончу. Через секунду, конечно. Радио Эхо Москвы и компания Артелиай представляют программу «Особое мнение». Не буду больше вопрос про Мединского задавать. Вопрос следующий. Желал бы ты, Николай... Быть на месте, быть министром культуры. Быть руп... Быть... Нет. Чтобы твоим рупором была Ксения Собчак. Ну, именно такая, как бы заход такой. Я рупор ваш. Как ты? Готов прошептать что-нибудь в этот рупор? Разыгрываются какие-то фантазии. Всевозможные. Это приятный для меня вопрос. Давай, отвечай. Отвечай, как есть. Если говорить о Ксении Анатольевне Собчак, то на самом деле мне не представляется драматично эта история. Ну, так я не вижу. Я не разделяю каких-то таких апокалиптических настроений в связи с выдвижением Ксении Анатольевны Собчак кандидатом в президенты Российской Федерации. Ну, выдвинулась молодая дама. Ну, и слава богу. Ну, и что теперь? А она что, не может разбережаться своей судьбой? Если говорить о выборах, не о моем там, кого бы я хотел видеть чем-то, своим рупором, я не знаю чем. Рупором, да. Потому что, да, далеко не все, кто собирались там голосовать, скажем, против Владимира Владимировича Путина, который, конечно, выдвинется в президенты, разумеется, рано или поздно, готовы голосовать за Ксению Анатольевну Собчак. И плюс, конечно, имеет место то, что называется легитимизация выборов. Потому что так, ну, была бы таска зеленая совсем, и что это за выборы без конкуренции? Ну, что, Юганов, что ли, с Жириновским, с Мироновым конкурент? Нет. А тут какой-то драйв появляется. Вот мы с тобой ждали, что они придумывают, какую фишку. Это она, как ты думаешь? Я думаю, что она. Значит, я думаю, что она. Ну, конечно, они согласились, согласились, потому что им это тоже выгодно. Но я так думаю, что это ее инициатива, ее идея. Которая поддержана администрацией президента. Ну, да, потому что им это выгодно. Я не знаю, поддержано ли самим Путиным, но оно, в принципе, им это выгодно, потому что это им удобно, комфортно. Потому что появляется соперник на этом фланге. Значит, не может быть уже претензий, связанных с тем, что на этом фланге пусто. Навального запретили, больше никого нет. Вот, пожалуйста, яркий человек идет на выборы. А действительно человек яркий. И женщина. Ну, все в порядке, как бы, да? Вот. Так вот, это минусы, о которых я начал говорить. С точки зрения реальной конкуренции на выборах. Это минусы. Значит, потому что и так немногочисленный фланг будет раздроблен либеральный. Но есть плюс. Ну-ка. А плюс стоит в следующем. Значит, Навальный все равно не идет. Но не пустили его. Это уже очевидно. Значит, вместо зияющей пустоты идет, я повторяю еще раз, яркий претендент. Ксения Собчак будет, естественно. У нее нет другого варианта. И ей будут предоставлены для этого площадки рупор, как ты говоришь. Ей будет предоставлена любая площадка, включая федеральные каналы. А на федеральных каналах с либеральных позиций выступали только клоуны последнее время, которых приглашают для битья. Он что-нибудь прикричит такое, ему сразу в торец дают и выкидывают из студии. А здесь, а здесь и над ним все смеются. А специально. Так для того и приглашают, даже говорят, деньги платят. А здесь приходит человек абсолютно независимый, яркий, очень внятный, очень хорошо говорящий, уверенно говорящий. Который с этой трибуны говорит то же, что говорил бы тот же Навальный. То же, что говорил бы любой кандидат, выступающий от этой части политического спектра. То есть, резко, жестко критические вещи. Не переходя на личности. Она может там не ругать лично Путина. Но она будет ругать происходящее. Она будет критиковать происходящее. Обязательно. У нее другого варианта нет. И почему бы по этому поводу расстраиваться? Что это будет? Вот она будет. Кстати, того же Навального. Она будет называть по фамилии. И уже называет. И абсолютно уверяю, что в позитивном контексте. И она будет единственный человек, который это делает. Она об этом говорила. Я почему-то начала с этого рупора в ироническом ключе. Но тем не менее, если серьезно, она об этом говорила и в своем тексте, который уже опубликован был в газете «Ведомости», и в интервью Натальи Синдеевой. Что я готова собрать мнение всех тех людей, у кого нет возможности говорить вслух сегодня о коррупции, о расследовании. То есть, это было прямое предложение тому же Алексею Навальному. Прямое. Она, кстати, начала, да, можно обвинять в лукавстве, потому что мы понимаем, что Навального в любом случае не разрешат. Но она сказала, если пойдет Навальный, я ухожу. Можно упрекнуть в лукавстве. Это будет правильно. Но тем не менее, она сказала правильные слова. И еще она выбрала очень, на мой взгляд, разумную тактику. Она сказала, что голосование за меня – это голосование против всех. Да, можно сказать, да почему, собственно, с какой стати, девочка? Почему это за тебя, это против всех? Но тем не менее, это интересный заход. Тем не менее, это интересный заход. И многие, действительно, будут голосовать за нее по приколу, как голосовали долгие годы за Жириновского. Почему сейчас, кстати, Жириновский дико разозлился по поводу участия ее? Нет, и левые разозлились. Ну, разозлились все, потому что она отнимет голоса. Многие будут голосовать. А вот интересно, дай-ка я за девчонку проголосую. А что, скажи мне, за электорат, который будет голосовать за Ксению Собчак? Не за главу против всех? А есть ли у нее люди, которые реально… Наверняка есть. Наверняка есть. Кто эти? Это Навального электорат? Нет, Навального электорат далеко не весь. Как раз часть электората Навального она потеряет, несомненно. Но она приобретет другую часть электората, который бы, скажем, не голосовал за Навального, потому что он для него слишком радикален, слишком определенен, слишком однозначен. А она же не оппозиционная сейчас. Ксения Собчак, она меняет свой образ. Еще не так давно там… Когда-то она была чисто гламурным персонажем. Потом она стала оппозиционным политиком. Журналистом для начала она стала. Ну, журналистом, ясно. Приличным. Приличным, очень. Нет, ну она вообще талантливый человек, у нее все, что она делает, у нее так или иначе получает. Подожди, все-таки меня смущает тут, скажу тебе, скорее такой момент этический. Я вполне согласна с тобой. Ну, хорошо, ну что теперь делать, что он сидит? Нет, ну это не обязательно было делать сейчас. Ну, в конце концов. Еще шеф… Подождать, пока он будет. Ну, нехорошо это. Я считаю, что вот это и то, что он об этом узнал в камере, и то, что он не может никак на это отреагировать сейчас и прокомментировать. И вообще, как мне представляется, если ты принимаешь такое решение, и если это твой товарищ, она как-то к всеми и всеми на этом настаивает, что это вот мой товарищ Алексей Навальный, я готова протянуть ему руку, как смысл такой, да? И помочь озвучить все его претензии, вот я буду действительно рупором, да? Ну, почему нельзя было это все тогда проговорить раньше, и чтобы не было этого ощущения неловкого? Ну, не знаю. Мне, например, архитически, мне кажется, это не неверный шаг. Он нехороший по отношению к Алексею, он непорядочный. Потому что он сидит в тюрьме сейчас. Что, подождать неделю невозможно было? Ну, возможно, мне это не приходило в голову. Но, на мой взгляд, это не играет в республику. Играет. Объясни, почему? Это неделя, это неделя не играет. Для него это не игрушки. Мы прекрасно знаем Алексея. Это очень важная принципиальная вещь. Политика для него, это дело его жизни. Это вообще не игрушки. Это вообще не игрушки. Но, понимаешь, дело в том, что нельзя превращать весь вот этот вот, всю либеральную идею, весь либеральный фланг нашей политики в памятник, слава богу, живому Алексею Анатольевичу Навальному. Нельзя. Я понимаю. Это не фланг Навального. И он действительно мощный человек, он мужественный человек. И его действительно не пускают в политику. Это отдельная проблема. Но, тем не менее, свято место, пусто быть не должно. Но, и то, что она это место занимает сейчас, я не знаю, насколько долговременно, на мой взгляд, это не то, что правильно или неправильно, это естественно. Это естественно. Если мы принимаем за истину, за правду, версию ту, что это ее личная инициатива, ее личное решение, которое потом, подумав, поразмыслив, почесав репу, администрация президента решила использовать в своих целях, значит ли это, что у них тоже там что-то готовится, какой-то свой человек, типа, ну, у политтехнологов, которые занимаются предвыборной кампанией президентской, что это еще не финал истории, что какой-нибудь условный Прохоров все равно появится от какой-нибудь другой партии. Почему? Не знаю, может быть, появится, может быть, нет. Я не знаю, какие у них взгляды на жизнь. Я думаю, что, чтобы кого-нибудь еще столкнуть с Ксенией Собчак, ну, сейчас вот рассматриваются варианты, извини меня, сейчас рассматриваются варианты с Юлией Навальной, насколько я понимаю. Серьезно? Ну, не знаю, они озвучиваются, я читаю в сетях. А это был бы, кстати, вариант интересный, если бы не было Ксении Собчак. Потому что Юлия Навальная у меня вызывает очень большое уважение. И она очаровательная женщина, умная, там все прекрасно. Можно, конечно, и Поклонской предложить, о чем мы говорили. Нет, почему-то, какое отношение Поклонская имеет к Навальной и к Ксении Собчаку? Нет, это другой фланг. Это другой фланг. А на этом фланге, конечно, сейчас уже все. Потому что если сейчас две привлекательных блондинки столкнутся на одном фланге, это будет фарс. Поэтому уже, я думаю, что люди, которые зла не желают себе самим, они эту идею уже, в общем, лучше отложат. А Поклонскую всерьез можно рассматривать как вероятного кандидата? Ну, можно с той стороны Поклонскую, можно там, не знаю, отца Всеволода Чаплина. Нет, это не совсем интересно. Но Поклонская было бы классно. Ты почему не распугать общественность? Поклонская и Собчак вещь не нравятся. Они же друг с другом не будут. Дебатировать? Они настолько разные, им даже... Нет, дебаты будут какие-нибудь. Я даже не представляю, как они могут дебатировать. О чем? У них просто... Для того, чтобы дискутировать, нужна хотя бы какая-то точка соприкосновения нужна. А тут настолько разные планеты, что я не представляю их дебат. Нет, выдвижение Поклонской или кого-нибудь вроде нее на том фланге имело бы определенный смысл, потому что, конечно, на этом фоне главный претендент, он был бы еще респектабельнее, еще органичнее и еще ближе к звездам. Это понятно. Я смотрю просто списки кандидатов, которые участвовали в предшествующих выборах. Я не включаю, кстати, что с Поклонской были какие-то разговорные. Вполне возможно. У нас из женщин были Памфилова и Хакамада. Вот две, пожалуй. Но это все-таки профессиональные политики и та, и другая. А Памфилова вообще к этому времени была уже и министром действующим, и Хакамада тоже. Какая разница? Неважно. Это не имеет никакого значения. В публичной политике люди могут делать достаточно быструю карьеру. Ну что ж, как говорит наш главный редактор, будем наблюдать. А сейчас перерыв. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Возвращаемся в программу «Особое мнение». Ведущая Ксения Ларина. И на ваши вопросы отвечает Николай Сванидзе. Валдайский форум, Путин. Кто тебе больше понравился? Сэм Путин или публика? Или Валдайский форум. Или публика? Вопросы, которые задавали там люди, они, конечно, были. Это было похоже по формату на такую традиционную прямую линию с нашим российским народом. Да, на мой взгляд, это было не очень интересно. Здесь у меня вызвало удивление то, что так заранее пиарился этот форум. Главное, пиарилось выступление президента. А оно, в общем, было не слишком яркое. Оно и не обязано быть всякий раз ярким. Но оно пиарилось как таковое. Что это будет что-то прямо сейчас так скажет, что ничего там не было. Я там ничего не обнаружил в его выступлении. Единственное, что достаточно интересно, что оно по нынешним временам, я бы сказал, скорее миролюбивое. Скорее миролюбивое, чем агрессивное. По отношению к Западу? По отношению к Западу, конечно, да. Несмотря на постоянные упоминания Америки, естественно, в негативном контексте, старший брат, вот это обычные иронические эти клише, еще с советских времен известные и так далее. Но в целом тональность, я бы сказал, такая спокойно усталая, скорее. Но ответа на вопросы, ничего такого не было. Шутки, привалутки. Анекдот рассказал очередной. Анекдот ничего не плохой. Хотя, в принципе, президент, который все время рассказывает анекдоты, на мой взгляд, нужно с этим в какой-то момент достанавливаться. Но неинтересно. Я не знаю, честно говоря, почему. Может быть, не об этом думал. Может быть, готовил. Сейчас прошла такая мысль, я не помню, кто ее высказал, что вообще готовилось другое выступление. Да что ты. Да, я не помню, кто это сказал. Но это Глеб Павловский. Не помню. Предположил, что готовилось вообще другое выступление, а он, в результате, по какой-то причине оно было отложено. И он выступил с этим сглаженным и, в общем, таким достаточно пресным. Ну, там есть несколько таких точечных тем, таких локальных, которые, конечно, все равно хочется обсудить, потому что они не напрямую касаются, например, журналистики. Вот этот вот обмен угрозами в связи с признанием Russia Today иностранным агентом на территории Соединенных Штатов Америки. И Путин сказал, что сразу же будет зеркальный ответ. Вот что это имеется в виду? Что он закроет бюро Радио Свободы здесь? Радио Свободу, там, СНН. Выборит всех корреспондентов. Майкла Бома, наконец-то, выдворит территорию России. Майкл Бом не журналист, дорогие друзья. Майкл Бом, он, по-моему, там кто? Страховой агент. Неважно, он называет себя журналистом. Да, но это неважно. Который в нашей стране как бы представляет все Соединенные Штаты Америки. Кстати, хороший будет быть зеркальный ответ. Выдворит Майкл Бома. А мы выдворим Майкл Бома. Да, да, да. Вот. Нет, ну как же без Майкла Бома? А кто тогда будет люлей получать на федеральных эфирах? Кофт он еще есть, правда. Да, ну вот и закроют, захлопнут эти вот Свободу. А про 90-е годы тебя вот это тоже... Это тоже какие-то такие отношения. Там был вопрос, связанный, по-моему, с Козыревым, с министром иностранных дел тогдашним 90-е годы. И про доступ американцев к нашим ядерным объектам. И он очень грубо сказал про Козырева. Ну, был провокационный вопрос задан, провокационный. И президент достаточно грубо высказался о Козыреве. А согласен ли ты с тем, что в советское время, как он сравнивал там, что в советское время, когда был СССР, не было такого принадлежительного отношения к стране. Что все-таки вот уважение было друг к другу, несмотря на то, что мы были в разных лагерях. А сегодня этого уважения нет. Ну, на мой взгляд, это абстрактный разговор. Ну, мало ли, что когда было. Ну, давайте вспомним, какое было отношение к Российской империи. Это все разные страны. В Советском Союзе была совершенно другая страна. Другая. Другая страна, другая система. Занимал другое место во всей системе международных отношений. Вообще. Вообще другое. Еще вспоминать, что было при Советском Союзе. А Хрущев при Советском Союзе башмаком там хлопал по трибуне. Ну, 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 ну. Ну, почему он все время вспоминает? Он все время вспоминает. Это вот как-то чешется вот эта вот империя. А мы входили в другие страны при Советском Союзе тоже. В столице там. В Будапешт и Прагу. Ну, а мы потом зашли в Афганистан при Советском Союзе. Мало ли, что было при Советском Союзе. Повторю еще раз. Другой режим, другая страна. Вообще вот эти вот все постоянные исторические реминесценции, они неубедительны для мира. Они, вероятно, убедительны для граждан России. Но для мира они абсолютно неубедительны. Вот эти все эти отсылки. А вот при Советском Союзе вы нас уважали. А сейчас не уважаете. Это жалобы. Ну, вот я тоже про это подумала, что как-то ему все время хочется поставить на место способ один. Вспомните, как раньше было. Как раньше нас уважали. Вот эта вот тоска, она проецируется на все остальное. За Советским Союзом было полмира. Полмира были за Советским Союзом. Поэтому, естественно, было к нему другое отношение. Это была совершенно другая экономика. Сама по себе советская экономика была очень рыхлой. И, в результате ясно, мы знаем, чем дело кончилось. Никто Советский Союз не победил в войне. Никто не завоевал. Он сам рухнул. Но, тем не менее, мощь чисто физическая была огромная. И, естественно, к нему было соответствующее отношение. Сейчас у нас другие позиции в мире. И с этим надо жить. И апеллировать все время к памяти Советского Союза достаточно бессмысленно. Нужно другим брать. Мы уже такой мощью взять не можем. Ее у нас никогда не будет. Какая была у совокупной, так называемой, социалистической системы. Значит, мы должны другим брать. Это может быть эффективностью. Но это совершенно тогда должно быть другое направление деятельности. Политической, экономической. А то, что 90-е годы он постоянно оценивает как время слабости России. Что невероятно было слабое государство. Это все традиционно. Откуда это берется? Почему? Почему, например, мы с тобой, я надеюсь, называем это время открытости для мира страны под названием «Новая Россия». А Владимир Путин считает, что это наоборот, что это был провал абсолютный по всем направлениям, включая и международную политику. Слушай, ну это же все не ново. Это все уже абсолютно старая песня. Я спрошу, это почему? Это часть нашей сейчас государственной позиции. Что в 90-е годы мы стояли на коленях, а сейчас встаем с колен. В 90-е годы мы были обращены ко всему миру и забывали о своих национальных интересах. В чем он, собственно, обвинил Козырева. А сейчас мы, наоборот, стоим твердо на платформе защиты наших национальных интересов. И комар носа не подточит. Но это сейчас государственная позиция, которую он отстаивает. Уже давно, чем дальше, тем больше, особенно после Мюнхенской речи, а еще особеннее после Крыма. Ну, это все уже давно стало традиционно. По Украине тоже, ты считаешь, там никаких новых идей не было озвучено? Абсолютно никаких. Было сказано, что мы не готовы перекрывать границу российско-украинскую. Фактически было признано, что если граница будет перекрыта, то у Донбасса нет никаких перспектив. То есть, иначе говоря, было признано, что вся сила Донбасса в российской, в московской поддержке. Это было признано. Вообще, президент иногда, он признает вещи, которые всем известны, но до сих пор вроде как и не признавались, а даже отрицались. Типа там, нашей военной помощи. Типа присутствие наших военных в Крыму во время референдума. Вот вроде бы как сначала. А потом, да, было. Говорит он, как ни в чем не было. То ли забывает, то ли считает, что сейчас целесообразно признать очевидное, не знаю. Вот сейчас он признал очевидное, что Донбасс без московской помощи, он не имеет никаких перспектив на выживание в конфликте с Украиной, с Киевом. Это правда. И это значит, что он говорит, что минские соглашения в этой части никогда не будут выполнены. Это и так известно. Но он сейчас это признал. Это действительно правда. Донбасс стоит исключительно на московской поддержке. Военной, экономической, гуманитарной, финансовой, какой угодно, любой, всевозможной. И он говорит, мы от нее не откажемся. Он это обосновал чисто гуманитарными причинами. Он сказал, что... Не военными. Нет, он сказал, что нет, военными тоже, что они рухнут. И после этого он сказал, там будет серебряница. То есть, там будет истребление, он сказал. Поэтому мы из соображений гуманизма, мы не можем бросить своих... Это я уже продолжаю мысль. Мы не можем бросить своих братьев в беде. Вот мы их и не бросаем. То есть, это значит, что на Украине никакие перспективы не прорисовываются. Конечно. То, что у нас одна позиция, у Украины другая, и никто больше ничего не сможет поделать. Это тупик. Здесь нет почвы для переговоров, фактически, на данный момент. Слишком-слишком радикальное расхождение в интересах, в позициях. А значит ли это, если эта речь, как мы с тобой делаем вывод, не произвела никаких интересных сюжетов, никаких новостей, вокруг которых могла бы возникнуть какая-нибудь дискуссия, ничем не удивил Владимир Путин. Дискуссия, по-моему, не возникнет. Да. Значит ли это, что какая-то речь все-таки будет до конца года? Во-первых, он должен все-таки как-то нам объяснить, гражданам он идет на выборы или как? Ну, конечно, разумеется. Ну, и какое-то программное выступление все равно должно быть до конца года, которое должно заинтриговать... Я не знаю, заинтригует ли, потому что мы уже говорили, что вряд ли его слова о готовности пойти в президенты вряд ли станут сенсацией. Это будет не сенсация, это будет настолько ожидаемо, что, естественно, это будет раскручиваться как сенсация, но все это ждут. Сенсация будет, если он этого не скажет. И, тем не менее, Николай Карлович, все-таки главным событием недели было даже не выдвижение Ксении Собчак и не Валдайский Путин, а Харви Вайнштейн, который насилует и насилует прекрасных звезд Голливуда. Я бы сказал, на зависть, на зависть многим, как он сказал. Он замечательную фразу себе позволил. Он сказал... Субтитры создавал DimaTorzok